О значении рукопашного боя в годы Великой Отечественной войны рассказывает дважды герой Советского Союза, командир разведывательной роты Виктор Николаевич Леонов. Вот суть психологического закона боя, первый закон, человек страшится только того, чего он не знает. Второй закон, это никогда до противника не сталкиваются и бьют друг друга одинаково, штуками прикладывают. Нет такого рукопашного боя, не бывает кто-то струсит. Еще закон, это никому умирать не хочется. Это тоже закон. Вот теперь Колосов у меня был такой парень. Ну что же Колосов? Не лучший мастер рукопашного боя, например. Вот случилось так, что ему пришлось встретиться там, не знаю сколько было, ежевей, а он один, и патронов нет. Он бросил автомат, поднял руки и пошел навстречу. Они считали, что вот-вот, они его схватили. Но первый, кто подбежал к нему, получил такой удар, от которого не поднимаются. И винтовка оказалась у Колоса в руках. А дальше схватка. Когда мы прибежали, Колос получил три удара штыком. В руку, в бедро и в глаз. Но за это время он убил восемь человек. И по существу, когда мы прибежали, они защищались от одного из раненых человек. А остальные, конечно, попали к нам. Самый опасный момент рукопашного боя, это сближение. Когда противник может открыть огонь. Если преодолел это, дальше, ведь Суворов говорил, пуля дура, а штык молодец. Русские всегда, всю жизнь, были сильнее всех в мире в рукопашном бою. В рукопашном бою. В РУКОПАШНОМ БОЮ.